Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. На 10% дешевле. В Беларуси продлили действия социальной скидки. Каждый день прихожу в магазины, покупаю молочку и все. Пользуюсь социальной картой. Как получить дисконт? Нет дыма без огня. За сутки в Бобруйске погибли три человека. Вот очень жалко человека, хороший человек был. Злой рок или человеческая беспечность? В мире животных. В центре туризма, краеведения, экскурсии детей и молодежи проводится дополнительный набор в объединение по интересам. Шиншины, белки, дэга. Очень прикольные. Куда обращаться? А также справедливое решение, отечественная вакцина и безопасная сделка. В стране вступили в силу новые правила купли-продажи БУ автомобилей. Что изменилось? Защита законных прав и интересов людей. Президент провел совещание по общественно-политической обстановке страны. Ключевой темой для обсуждений стал вопрос, как быть с теми, кто еще вчера выступал против государства. Ведь есть люди, которые раскаялись и переосмыслили свои поступки во время событий 2020-го. Те, кто раньше уехали за границу, хотят вернуться на родину. Александр Лукашенко считает, нужен индивидуальный подход, а не полное отвержение обществом так называемых беглых. Каждый, кто стал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение. Это касается только тех, кто заслуживает этого прощения. Ну а кто сознательно приступил к черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб, продолжая деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать перед законом. Законы мы привели в соответствие и достаточно ужесточили. Тем более, что отдельные из тех, кто туда побежали, кушать то хочется, ужесточили позицию и теперь ставку делают на применение силы и создание незаконных военизированных формирований. В таком случае обратной дороги нет и не будет. В итоге принято принципиальное решение. Раскаявшиеся смогут вернуться на родину. Будет создана комиссия. Ее возглавит генпрокурор. Подобная позиция белорусских властей может подвергнуться противодействию со стороны иностранных кураторов. Ведь для них невидение и наивность этих людей способно вредить Беларуси. А сами люди – разменная монета. Только за сутки в Бобруйске на пожарах погибли три человека. Первое ЧП случилось в доме по улице Звезда. Хозяин жилища госпитализирован, а его 41-летнюю сожительницу нашли мертвой. Беда пришла и на Спартаковскую. Огонь унес жизни двух пожилых мужчин. С места событий Татьяна Горбач. Жители частного сектора по улице Звезда до сих пор в ужасе от пережитого. В понедельник в четвертом часу дня они заметили дым из-под соседской крыши. Бросились на помощь. Но трагедия уже произошла. Хозяин с множественными ожогами лежал возле дома. Потом увидели, что полыхнул оттуда со всего дома уже черный дым. Вызвали сразу спасателей, потому что там была еще женщина. Мы боялись уже туда зайти. Очень был черный угарный такой дым. Ну все, спасатели приехали буквально за пару минут. И скорая. Парень в тяжелом состоянии. Вот мне соседка, его уже тетка звонила, говорит, что подключили его в искусственную кому ввели. За жизнь 41-летней женщины боролась бригада скорой помощи. Увы, спасти ее не удалось. По словам соседей, пара употребляла и наркотики, и спиртное. Мужчина 79-го года рождения неоднократно судим. Нигде не работал и любил покурить в постели. Возможно, пагубная привычка и стала причиной пожара. Опрошены соседи пострадавших. Назначено проведение пожаротехнических и судебно-медицинских экспертиз. По данным фактам, Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводятся проверки. Все обстоятельства устанавливаются. В этот же вечер, без 15.10, сирены пожарных машин прорезали тишину на Спартаковской. Запах гари почувствовали соседи. Они и вызвали спасателей. В доме жили двое. Хозяин и его брат пенсионер. Сотрудники МЧС вынесли мужчин на свежий воздух. Однако медики констатировали смерть. Предварительная причина та же, что и в первом случае. Здесь через дом от меня, получается, живут соседи. Человек немножко злоупотреблял спиртным. Я с ним вместе учился в 14-й школе когда-то. Он на год меня старше получается. Часто увидел, по улице здесь ходил. Частенько был не в трезвом виде. Очень жалко человека, хороший человек был. Даже если он злоупотреблял, ну что сделаешь. Жизнь у каждого своя. С начала года в Бобруйске произошло уже семь пожаров. Но свои человеческие жертвы огненная стихия забрала впервые. За сутки сразу троих. Злой рок или людская обеспечность. В этом разбираются правоохранители. И ясно одно. Курение в постели может стать привычкой со смертельным исходом. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин. Бобруйск 360. Льготный кредит, новые должности и передвижная экспозиция. Поезд Победы снова будет курсировать по территории Белоруссии и России. Чем удивят посетителей. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минздрав намерен зарегистрировать белорусскую вакцину против COVID-19 к концу года. Прототип препарата в виде раствора уже опробирован на экспериментальных животных. Результаты показали – лекарство безопасно и эффективно. Сейчас ведется наработка опытно-промышленных партий, когда лабораторная технология переносится на производство. После пройдут доклинические исследования. Белорусские студенты могут рассчитывать на льготный кредит на получение первого высшего образования. Речь про дневную форму обучения в государственных вузах. Но есть условия. Среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не должен превышать 350% утвержденного бюджета прожиточного минимума. Что касается грантов, они будут доступны только для иностранцев. В Беларуси введены пять новых должностей служащих, которые относятся к категории специалисты. Инженер по защите от ЧАЭС и гражданской обороны, налоговый консультант, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних, эксперт по аккредитации и специалист по внутреннему контролю за обработкой персональных данных. Они должны быть внесены в штатное расписание. В стране вступили в силу новые правила купли-продажи бюджетных автомобилей. Изменения направлены на защиту белорусов от недобросовестных продавцов. Теперь заключать договоры об учреждении транспорта нужно в письменной форме. При этом те соглашения, которые оформляются между физлицами, могут проходить госрегистрацию не только в ГАИ, но и у нотариусов. Поезд Победы снова будет курсировать по территории союзного государства. Количество остановок ежегодно растет. Музей на колесах уже посетили свыше 65 тысяч белорусов. Концепция выставки – переход между вагонами, как перемещение от предвоенных лет до окончания Великой Отечественной. До этого в составе было 9 экспозиций. Сейчас готовят 10-ю про трибуналы над военными преступниками. Не выходя из дома, МНС Беларуси выпустила новое мобильное приложение. Для физлиц с января введен налог на профессиональный доход. С помощью современной платформы можно воспользоваться целым списком услуг. К примеру, стать на учет, создать записи о совершенных расчетах, передать сведения налоговому органу, узнать сумму выплат за календарный месяц и даже уведомить о прекращении деятельности. Физическое лицо должно проинформировать налоговый орган с использованием этого приложения о своем желании перейти на применение данного режима. После этого оно вправе осуществлять свою деятельность. Налог не исчисляется платильщиком, он исчисляется налоговым органом. И сумму этого налога всегда предварительно можно увидеть в этом же приложении. Не нужно предоставлять никакие отчеты и декларации. Право на переход имеют беларусы, которые получают прибыль, но при этом у них нет работодателя и нанятых сотрудников. Среди преимуществ налога выгодные ставки 10 и 20 процентов. Для пенсионеров 4,8. А также предоставляется вычетов в 2000 рублей. Нужды в кассовом оборудовании нет. Копеечка к копеечке. В Беларуси продлили действия социальной скидки в 10 процентов. Сэкономить можно в магазинах 14 крупных ритейлеров. Среди них Евроопт, Санта, Грин, Алми, Простор и Доброном. Дисконт доступен для пенсионеров, инвалидов, многодетных, малообеспеченных, а также тех, кто получает ежемесячное пособие. Как стать участником программы узнала Карина Гуревич. Не секрет, в последнее время цены растут во всем мире. Страны по-разному на это реагируют. В Беларуси действует социальная скидка в 10 процентов. Популярность программа набирает с каждым днем. Только в прошлом году магазины выдали более полутора миллиона карт. В 2023 акцию продлили. Воспользоваться дисконтом могут пенсионеры, инвалиды, многодетные, малообеспеченные, а также те, кто получает ежемесячное пособие. Это практически треть белорусов. Каждый день прихожу в магазин, покупаю молочку и все, пользуюсь социальной картой. Все на 10 процентов. То есть, если много покупаешь, то где-то рубль получается, рубль 30. Идет скидка. Удобно. Хорошая экономика. Для нас, пенсионеров, каждый день даже 80 копеек, если там, ну, не всегда же покупаешь там все это, ну, что необходимое. Но каждый день практически молоко, хлеб, батон. Рассчитывать на поддержку государства можно в магазинах 14 торговых сетей. От участия в программе «Понимая важность социальных вопросов» не отказался ни один крупный ритейл. Среди участников Евроопт, Санта Грин, Алми, Простор и Доброном. Скидка распространяется на 29 позиций. Речь о продуктах, которые белорусы покупают каждый день. Яйца, мука, масло, твердый сыр, сахар, мясо на кости. Чтобы стать участником социальной программы, нужно предоставить документ, подтверждающий льготу, и на месте заполнить анкету. В некоторых магазинах акция встраивается в уже существующую скидочную карту. Оформление занимает буквально пару минут. В каждой организации свои тонкости предоставления скидок. В большинстве магазинов они не суммируются с другими акциями. Плюс в некоторых торговых сетях придется заплатить за саму пластиковую карту. Сотрудники готовы проконсультировать покупателей по всем вопросам и помочь с оформлением. Карту можно передавать родственникам, социальным работникам. Но при расчете покупатель или соцработник должен предоставить документ, подтверждающий родство, либо социальное удостоверение. При расчете также покупатели должны предоставлять оригинал документа, подтверждающий право на скидку. В день общая сумма скидочного чека в одной сети не должна превышать 339 рублей 83 копейки. Это размер прожиточного минимума. Такое масштабное соглашение между государством и бизнесом в нашей стране реализуется впервые. За прошедший год социальная программа успешно себя показала. Белорусы уже сэкономили не меньше 21,5 миллиона рублей. Есть все шансы, что 10-процентная скидка закрепится в магазинах на долгие годы и даже может вырасти. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Флора и фауна. В Центре туризма, краеведения, экскурсии детей и молодежи проводится дополнительный набор в объединение по интересам. В отделе экологии приглашают записаться на бесплатный кружок в мире животных. В клубе юных натуралистов школьников обучают навыкам ухода за домашними питомцами. Ведут дневники и наблюдения. Занятия два раза в неделю по три часа. Группы до 12 человек. Шиншилы, белки Дэга, очень прикольные. Кролики пушистики такие милые. У них глазки такие стеклянные. А что вы на занятиях делаете? Ухаживаем за животными, потом с ними играем. Я сюда прихожу два раза в неделю. Мне тут очень, в принципе, нравится. Тут очень милые все животные. Больше всего я люблю кроликов. Не самые хорошенькие. Дети знакомятся с попугаями, неразлучниками, улитками-охотинами, шаншилами, морскими свинками, сирийскими хомяками и кроликами разных пород. Есть веслоухий, карликовый, ангорский, голландский, немецкий и даже тюрингский. Чтобы попасть в секцию, нужно написать заявление и принести по адресу переулок Стадионный 8. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»